привет на сегодня обзор по живому в видеорегистратор который будет записывать вперед и назад я уже практически такие же тестировал но здесь еще приход в том что есть монитор можно с телефона подключаться просматривать и скачивать фотки видео ну и плюс еще также на самом дисплейчике называются вот так вот ну конечно моделька a200 компания 70 май наверное так значит из достоинств здесь нам сразу пишут картинка full hd будет кстати 60 кадров снимается hdr есть парковочный режим управляется через мобильное приложение и android и снимает два сразу видео вперед и назад комплекте мы получаем такие вот площадочки для наклеивания чтобы например у не травмировать стекло вот сразу видите два комплекта то есть еще можно переклеить будущем вот это основное устройство которое у нас будет перед снимать цветной экран кнопочки 4 штучки камера у нас тут так вот поворачивается можно настроить как тебе нужно такая вот площадка здесь двухсторонний скотч приклеиваешь и дальше просто устанавливаешь когда захотел снять снял но здесь надо будет вытаскивать до микро sd карточка здесь у нас включается питанием и выход на вторую камеру идет пара камера такая вот тоже поворотная можно там настроить под свое заднее стекло двусторонний скотч уже будет установлен здесь вот такой коннектор и дальше у нас есть конечно же провод комплекте который нам позволяет от главного устройства все это дело провести до багажника со скрытой проводкой нам поможет здесь такая штучка чтобы что в меру какие-то части машины отогнуть чтобы здесь там наш подковырнуть туда это все убрать вот для этого такая вот у нас лопатка есть ну и кабель питания для самой камеры идет он изначально такой вот юсби и здесь у нас микро юсби камера вставляется плюс конечно же можно запитать от сети автомобиля и кстати смачу хорошо положили даже уже и прям даже прикуривайте сюда инсталируем и давай проведем включим мы берем один раз эту заднюю камеру соответственно устанавливаем в нужное место и цепляем на двусторонний скотч установка завершена где кстати очень классно так придумали ведь как кабель и выходит аккуратненько вот прикольно значит установил свою площадку сюда приклеил все и вот таким вот способом сюда вот например и устанавливаем можно настроить по высоте соответственно строим чем нужно снимать можно еще он просто небо снять вот так вот делаем и все здесь у нас кстати очень удобно я вам скажу вот с экрана вообще классно то есть мы здесь сразу можно переключиться на заднюю камеру на переднюю так все происходит круто приехал можно снять аппарат при этом нужно будет и отцеплять еще и провода здесь очень просто можем создать вот так вот видео происшествие то есть у нас в отдельную папку будет записываться кусочек то есть как раз служит для того что когда-то что-то увидел какое-то происшествие произошло нажал у тебя в отдельную папку сохранилась здесь у нас доступ в галерею то есть уже в отснятые заходим и переходим в вкладку там все видео здесь можно посмотреть все что у нас снималось и вот один видео происшествие здесь у нас как раз эти вот отдельные видеоклипы будут храниться возвращаемся обратно у нас переходит сразу в режим записи автоматически здесь переключение между передней то что он показывал передней и задней камерой и менюшка быстренько пробежимся по меню хранилище записи здесь можно выбрать низкое сжатие разрешение но здесь про только одно другого не дано но выброса но есть здесь наблюдение за транспортным средством на парковке можно установить обнаружение столкновения вот именно он сам будет обнаруживать можно включить интервальную съемку режим smart travel здесь у нас автоматически будут все эти происшествия записываться можно вот этот надоедливый звук в принципе этот звук нажать кнопки выключить можно записывать аудио давайте так и сделаем здесь есть микрофон который соответственно будет писать все что находится но произносится в транспортном средстве доступ к точке вай фай и дальше мы получаем доступ в приложение где мы можем делать какие-то настройки делать обновление нашего регистратора и также иметь доступ для того чтобы скачать какую-то там фото видео к себе на смартфон и чтобы потом поделиться еще кстати одна дополнительная клавиша который у нас может выключать дисплей но и вот здесь можно настроить что у спустя одну минуту будет выключаться там две-три минуты никогда вот есть такая кнопочка который мы нажимаем и у нас дисплей вырубается если нам не нужно нажимаем и включается устанавливаем на самом деле вот это очень простое использование здесь хоп-хоп переключился посмотрел вперед сделал есть чё подстроил и все ну а дальше у нас провода конечно лучше всего у нас под обшивку засовываем либо с левой либо с правой стороны и дальше уже одну тянем соответственно в питании и одну можно приноровиться через крышку как-то протащить то что у нас идет именно на заднюю камеру вот но один раз все делается в принципе все единство что конечно вот это вот неудобная тема что у нас тоже пожалуйста что провода у нас ходят в саму камеру и этот момент когда ты хочешь снять придется вытаскивать провода а потом этот приходишь придется их обратно вставлять был прикольно если бы ведь провода сразу в площадку вставлялись по качеству записи сейчас сами видите дневная и ночная съемка вот здесь делать вы виду сами просто тема удобная что снимает спереди и сзади все большое что досмотрели давайте пока